Трудные места с библейским порталом Экзегет Сейчас мы будем разбирать место из седьмой главы послания Павла к римлянам Это седьмая глава стихи с пятнадцатого и дальше Считаюсь на дальний перевод Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр Потому что уже не я делаю, то на живущий во мне грех Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей добра Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он этого, не нахожу Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, то на живущий во мне грех Так, значит, два сразу таких скоропалительных вывода Во-первых, сумасшедший, да, шизофреник какой-то Сам не понимает, чего хочет, чего делает, какое-то раздвоение личности, да Да, вряд ли это имеется в виду А второе, такая отличная отмазка Уже не я делаю на живущий во мне грех А я ни в чем не виноват Вот, ну, такой ребеночек маленький, да, чего-то там нахулиганил, нашалил И говорит, ой, это не я, это там кракозабра какая-то пришла и все испортила Да, бывают такие дети Ну, кстати, вот, мне кажется, маленький ребенок в этом случае рассуждает Немножечко в том направлении, в котором и Павел То есть, вот, ребенок не хочет маму огорчать, не хочет быть плохим, да Но почему-то у него это не получается, да Вот почему-то он все-таки огорчает и ведет себя плохо И потом искренне рыдает, просит прощения Но, как родители знают из практики, вряд ли это не повторится, да Бывает, конечно, но далеко не всегда То есть, может быть, Павел, ну, о таком буквально детском поведении Когда вот что-то прям толкает, да Но есть в русском языке выражение «беспопутал», которое, кстати, тоже отлично перекладывает ответственность за поступки на нечистую силу Есть даже всякие такие апокрифы, как бес в этот момент материализуется Говорит, не, я такого даже не слышал никогда, это он сам придумал все Ну, ладно, это апокрифы А что все-таки имеет в виду Павел? И зачем у него вообще это рассуждение? То есть, смотрите, во мне не живет доброе, говорит Павел Здрасте, если уж в Павле не живет доброе, то как в нас оно может жить? Это значит, я хуже всех, я самое большое ничтожество, самый великий грешник И дальше вот эта глубина отчаяния, самоугрызения, в котором действительно можно утонуть И ничего хорошего не делать Не знаю, не думаю, что Павел делает так, потому что достаточно много о себе говорит хороших слов Но о себе не как о некой великой личности, да, а о себе как о проповеднике О себе как о человеке, в жизни которого Христос являет свою силу, да И Павел совсем не говорит, я самое большое ничтожество, самое, наверное, мелкое ничтожество Я самый ужасный грешник, он этого нигде не говорит Но, смотрите, давайте задумаемся, я, может быть, свой перевод прочитаю Мы ведь знаем, что закон духовен, а я человек из плоти, я продан в рабство греху Сам не понимая своих поступков, чего желаю, того не делаю Отворю то, что мне ненавистно Когда я делаю, чего не желаю, становится видно, в чем польза закона Это уже не я сам действую, но живущий во мне грех То есть, смотрите, человек часто не может сделать того, что он хотел бы сделать По разным причинам Ну, хотел бы я летать, например, без самолетов и прочих приспособлений Понятно, физически невозможно Хотел бы я писать гениальные стихи, но таланта не хватает Хотел бы я осчастливить всех своих друзей, родных и близких И опять-таки мне не хватает, ну, я не скажу, крыльев за спиной Или там таланта Пушкина Вот чего-то мне не хватает Ведь осчастливить можно совсем не обязательно самыми гениальными стихами Или какими-то чудесами Можно чем-то очень простым осчастливить А я часто вот не нахожу способа это сделать Мне не хватает душевного тепла Мне не хватает любви Мне не хватает чего-то еще, да Не живет во мне доброе Не то, чтобы оно во мне полностью отсутствовало Нет, это совсем не так Но вот не могу я его оседлать и на нем как-то скакать по жизни, да Творя лишь добро вокруг себя Не работает так почему-то И я часто обижаю людей Не хочу, а обижаю Иногда бывает, что хочу, но довольно редко я этого хочу Вот как-то оно так само срабатывает И Павел говорит, живет во мне грех Не живет во мне добро Что это значит? Ну, сегодняшнее богословие, конечно, будет предлагать нам какие-то аккуратные формулировки Склонности к греху, да То есть есть грех как действие А есть греховность как, ну, некоторое, скажем, качество человеческой природы, да Ну, например, болезненность Вот человек подвержен болезням В эпоху коронавируса мы все это особенно остро осознали Но это было и до нее И смотрите, это не значит, что всякий человек болеет в любой момент времени Хотя любой врач назовет любого из нас больным Есть даже история о том, как женщина-врач выйдет с работы, зашла в магазин Встала в очередь еще в советское время И когда ее спросили, за кем она стоит Он сказал, вот за тем больным И тот человек очень обиделся, потому что он не считал себя больным Но для врача мы все больны, потому что Ну, у каждого же есть какие-то проблемы со здоровьем, да Идеально здорового человека Может быть, на Олимпиаде мы встретим среди призеров Да и то вряд ли, скорее всего, у него проблем еще больше Потому что он перекачан в своем виде спорта, да То есть это не мешает нам жить Мешает, то есть, но, скажем так Не то, чтобы мы сразу все легли и умерли от этих болезней, да Какое-то время мы с ними живем И вот с точки зрения духовной и нравственной В общем-то то же самое происходит с человеком, да То есть каждый человек грешник, Павел, внушает эту мысль И говорит, если даже ты пытаешься исполнять закон У тебя все равно этого до конца не получается Да и ладно про закон, хватит про него Мы уже много раз это обсуждали Здесь Павел как бы отказывается уже от подробного обсуждения закона Он его упоминает, да И если же я делаю то, чего не хочу То соглашаюсь с законом, что он добр, как в синодальном Или я перевел немножко иначе Становится видно, в чем польза закона, да А в чем она? В том, что он меня ограничивает В том, что он ставит мне рамки И я понимаю, что вот этого делать бы не надо Я делаю, да, к сожалению Такие вещи происходят Но все-таки я хотя бы знаю какие-то ориентиры И тогда получается, что закон Это такая подпорка для того добра Которая во мне не задерживается Вот был бы я идеальным человеком Мне никакой закон не был бы нужен Потому что я сам был бы законом для себя и всех окружающих Но этого не происходит И Павел говорит, так вот он идеальный человек Есть Христос Который не то, чтобы отменил закон Но он его исполнил скорее То есть он превзошел эти требования Он стал ориентиром, на который мы можем оглядываться И тогда нам эти рамки не очень нужны Не то, чтобы они были плохи А просто не очень нужны И смотрите, вот у Павла есть и такой образ Уже не я живу, но живет во мне Христос Не в римлянах, но он есть Добро не живет, а Христос живет Как это может быть? Христос не добро, что ли? А вот добро, которое хотелось бы, чтобы жило во мне Это мое добро Вот я такой замечательный человек Действительно бывают замечательные люди Смотришь на них и любуешься ими Но в какой-то момент, понимаешь, не все в них так гладко В какой-то момент становится видно, что это добро в них не задерживается И, значит, нужна некоторая внешняя сила Значит, нужно что-то, на что мы можем опереться Потому что на себя опереться не выходит Не выдерживает этой опоры То добро, которое в нас не задерживается И вот эта внешняя опора — это Христос Этот внешний ориентир — это Христос Это, во-первых, человек, проживший определенную жизнь Ставшую примером Но даже не это главное А это Бог, который присутствует в жизни людей Который дает им эту возможность принять его добро Оно тоже не задерживается Оно тоже рассеивается, пропадает Мы тоже его предаем, теряем постоянно Но оно есть источник того добра, который человек может хотя бы отчасти сделать Ну, это Павел уже расскажет немножко дальше А пока что он просто показывает вот эту трагедию несоответствия Между собой идеальным, каким каждый человек хотел бы себя видеть И собой реальным, тем собой, которого мы встречаем в собственной жизни И вот эта трагедия, она, с одной стороны, подчеркивает необходимость закона Какого-то внешнего ограничения А с другой стороны, его ограниченность, его несовершенство Это подпорка, но это не опора Это не то, что позволяет человеку жить А что? Ну, вот об этом он, безусловно, говорит в послании к римлянам И говорит о том, что это прежде всего Христос Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...